Продолжает происходить в моей жизни каждый день, и опять много чего можно рассказать, но сегодня я хочу сказать вот о чем. Вчера мы были на Евангелизации, наше первое мероприятие церковное, чтобы говорить людям о Боге. Мы, еврейская семья, пришли в эту церковь, дабы помочь дочке, сестре, двум, избавиться от зависимости, которые у них были. И по мере того, как мы ходили, то есть нам прийти в церковь, ну к тому моменту мы уже готовы были идти в любое место, чтобы только им помочь, потому что нигде, где мы не обращались, нам нигде не могли помочь, и они не хотели туда ходить, ни к врачам, ни к реабилитационным центрам. Это был наш последний шанс. И мы пришли, и как бы пытались удостоверить, что они ходят, и им тут помогут сами как-то, и остались сами. Вот. И чтобы мы продолжали в течение пяти месяцев всей семьей, вот сейчас моя сестра подойдет, ходить в церковь, молиться Богу, принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Это величайшее чудо, которое вообще могло... Принять водное крещение. Принять водное крещение. Атеисты. Мало того, что евреи, еще атеисты. Это вот... То есть, ну, раз это произошло, значит, Бог делает великие чудеса. То есть, Он нас выбрал и прийти именно в церковь. Он, может, евреям, мог послать человека из синагоги, тут какого-нибудь еврея тоже сказать, мы поможем вам избавиться вашим родственникам от зависимости. Ну, мы пошли в синагогу, но Он привел нас в церковь. И Иисус нам помог, а не... Аллилуйя! Вот. И это великое чудо, что мы до сих пор ходим, что моя сестра пять месяцев уже ничего такого не делает, что раньше. Плюс она еще курить бросила. Вот. И у моей мамы здоровье меняется в лучшую сторону настроения. И вообще, есть народ с кем куда пойти, с кем пообщаться и весело провести время. Жизнь началась! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Это точно, слава Богу! Мало того, что... Вика, ты мне не ответила. Ты встречалась сегодня на меня? Мстер Хашик? Мало того, что... Ну, она еще и устроилась на работу, еще и развивает свою компанию. И вообще, молодец! Так что... Знаете, я могу сказать, что Бог живой. Мы вчера были на этом, ну, на Бодварге. И... Я видел много, знаете, много боли. Очень много боли в сердцах людей. И этот месяц мы будем, ну, разбираться с одной очень такой серьезной темой. И вчера я убедился, что эта тема, она действительно актуальна. И эта тема, которая тормозит развитие человека. Эта тема тормозит веру. Эта тема тормозит радость. Эта тема тормозит, ну, развитие, во все... Всестороннее развитие человека. И что это за тема? Это не прощение. Это обида. Это, ну, знаете, какой-то корень такой, который уже укоренился и в мозгах, и в сердце, и в печенке, и в селезенке, где он только не укоренился. То есть, непрощение и обида. То есть, которое связано в трех направлениях. Непрощение себя. Это первое. Второе. Непрощение людей, которые как-то либо или в детстве, или сейчас, или вообще как бы поучаствовали и обидели. И многие люди держат даже с четырех лет обиду свою на своего старшего брата, или маму, или папу. И по всему тому же им, я вчера разговаривал с одним мужчиной, которому уже 60 лет, он держит обиду на своего старшего брата, который обидел его, когда ему было пять лет. И он плачет, сидит, и как ему обидно, и он не может его простить. Он готов умереть с этой обидой. Весь в болячках, весь в проблемах. И я такой думаю, Боже мой, как это все мешает нам. И мы будем разбираться, что такое прощение, что такое... Потому что многие люди путают. Говорят, я простил, но как только наступаешь на мозоль... Знаете, как у меня мозоль, да? Я его перебинтовал. Все, у меня же не болит, но попробую к нему дотронуться. То есть, у меня же мозоль перебинтован, но попробую к нему дотронуться. Когда ты к нему дотронуваешься, то начинается вот это непрощение, это обида. Мы разберем в этом месяце актуальные темы. Что такое прощение, что такое непрощение, какие преимущества прощения и так далее, и так далее. То есть мы будем в этом месяце разбирать одну актуальную тему. Потому что именно из-за этого нет роста у людей. Ни духовного, ни физического, ни морального, ни материального обида, ни прощения. Окей. Есть еще свидетельства? Давай. Ну, кто Мила, Олежка, Валера. По очереди. Мила, Валера по старшинству и Олежка. А как драться начнутся? Ну... Это не то, что свидетельство, это просто обращение нашего внимания вот на вчерашний день. Я хочу сказать, что только один день, который проходили мимо нас, и каждый человек фактически, он нуждается в Боге. И вы знаете, как они шли? Они кто сороночкой обходил, кто убегал, а кто приходил и стоял, смотрел. Вот если бы они к ним не подходили, они бы не решились подойти. То есть, понимаете, мы являемся руками Господа Бога нашего. И мы Ему все очень нужны. И поэтому мы должны на это внимание обратить, что не проходить мимо людей, а подходить к ним с этой благой вестью. Потому что это благая весть, которая их спасет. В свое время, если бы ко мне в Киеве не подошла женщина на улице, совершенно чужая, не взяла меня за руку и не сказала, у вас есть выход, когда я была алкоголичкой после двух клинических смертей. И я закричала, какой? Она мне сказала, Иисус умер за вас. И я ей спросила, а что мне теперь делать? И она мне дала адрес церкви, в которую я ходила 10 лет. И поэтому, понимаете, если бы не эта женщина, я бы в 95-м году уже не была бы в живых. Поэтому вы знаете, что мы должны не бояться, не стесняться. Смотрите, как мусульмане идут смело. Они смело идут, они впрятую ранним свои молитвы поют, как евреи. Они молятся на любом месте, они прославляют Бога, они читают вот эти вот молитвенники в метро. А мы? А мы христиане. У нас сила, понимаете? У нас Иисус, который имеет силу и власть. И поэтому давайте не будем бояться. Слушайте. А кто, если не мы? Аллилуйя! 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 Здравствуйте всем! Это месяц тому назад, когда мне в очередной раз украли третий в лесопед, я как-то, знаете, как-то, ну, уже более спокойно стал реагировать. До этого, как-то, честно говоря, не очень спокойно реагировал на это дело. Ну, я помолился, Господь говорил, ты же видишь, что у меня нет денег, чтобы купить в лесопед. Вот. А мне в лесопед желателен, потому что мне, я на работу, мне на нем удобно ездить, иногда сюда, в церковь. Вот. И я прихожу в воскресенье сюда, Олежка мне спрашивает, ты как, у меня в лесопед не приехал? Я говорю, да нет, у меня украли лесопед. Он говорит, ну, не переживай, а я тебе дам. И, короче, он мне дал лесопед. Вот. И к чему я это все говорю? Я через эту ситуацию, что увидел, какие свидетельства, как, а молитва сбылась, когда Господь говорит, просите и получите. Это раз. А потом еще сбылись другие обетования. Я когда-то Олежке давал книжки, и я что увидел через эту ситуацию? Когда Господь говорит, да, давайте и даст вам. Да, мы получим. Что посеете, то и пожнете. Потом еще обетование одно, я точно не помню так. Пускайте свой хлеб по водам, и по происшествии каких-то дней он вернется к вам, да? Вот. И еще похожее, я потом вспомнил, я до этого как-то не видел, не замечал, но похожая ситуация еще раньше произошла с Аней и со Славой. И когда они нам звонят, вот, это было перед 9 мая, мы говорим, вот есть билеты бесплатные на концерт в Миллениум. Они не могли пойти, и они, короче, нам дали эти бесплатные билеты. Вот. И мы пошли, хороший концерт был, очень замечательный. Еще раз вам спасибо за этот концерт, за эти билеты. Вот. И что я увидел? Я что потом вот через эту ситуацию, то, что с Олежкой была, я тоже вспомнил вот эту ситуацию, что когда-то давал Славику какие-то книжки, деталей. И то есть опять вернулось этого благо. То есть, когда мы что-то даем, что-то мы сеем, потом Господь нам ворачивает это. Вот. И сбываются его слова, обетование, то, что написано. Просто мы должны уметь это замечать и видеть. Просто мы не всегда умеем замечать, видеть, но по происшествию времени это сбывается. Так что я вас хочу ободрить, так что сеете добро, и вот вы получите свое время. Аллилуйя! Олежка, выходите. Выходите, Олег Баткевич. Два слова. А? Два слова. Ну, можешь больше. Ты снова, Ваня Гречевич. Меня когда-то пастор и Марина научили этому треугольнику, рассказали про треугольник между женой и мужем. Вот здесь, значит, там муж, здесь жена, а здесь Бог. И если какие-то, ну так сказать, непонятки, да, непонятные вещи происходят, да, как это там, раздор, что-то, да, сразу надо просить Бога, а Бог самому не надо. И вот со временем Бог мне дает мудрость. И вот много в последнее время было таких моментов, где я как бы, ну когда такие моменты происходят, я сдерживаю, даже стараюсь закрывать уши, не слышать, и начинаю молиться. Ну и ночью еще так немножко промолюсь. И утром вообще, как не бывало, да, вот и слава Богу. Вот, красота. Чудеса. Да, он вообще-то сегодня не должен был прийти. Да, я сегодня. Говорит, я ночью помолился, и жена отпустила. Да, Ань. Здравствуйте, церковь. Я хочу сказать, вот я как бы не собиралась свидетельствовать, думаю, все уже, все вроде как бы всем порадовалась, всем поделилась. А вот сейчас пастор начал говорить о непрощении. Я так коротенько. Люди, которые ходят в Черч к нам регулярно, знают мою историю, историю нашей семьи. Нас с дочкой оставил муж два года назад. Он ушел к молодой девушке, и жил с ней пять месяцев, потом вернулся, и потом он вернулся, он позже. А сначала он принял Господа, а потом уже он вернулся. Господь привел его в семью и восстановил наши отношения. И вы знаете, это сильная боль была. На тот момент мы прожили вместе 17 лет. И вот сейчас пастор говорил о непрощении, о корнях непрощения. Я вам больше скажу, это метастаз. Это не корни. Это настолько... Это такая боль, это такая боль, которая отравляет полностью жизнь. Все в черном цвете. Ничего не радует, ничего не хочется. Слава Господу нашему. Слава Иисусу Христу. На сегодняшний день я не чувствую никакой обиды. Я поменяла свое отношение к себе. Я понимаю, что я не такая плохая. Но если Он просто оставил меня, значит, что-то было не так сделано, не так сказано. То есть Бог дал возможность поработать над этим. Слава Богу. Работаем. Укрепляемся в Боге и в отношениях друг к друге. Слава Господу, что Он есть в нашей жизни. И не таите обиды, не культивируйте их. Рубайте, выбрасывайте, и крастьте в зеленый цвет, и выбрасывайте на гарпич. Это мое умное пустырие. Спасибо. Аллилуйя. Молодцы. Я еще не начал проповедовать, а уже выводы делать. Понимаете? Потому что тема актуальна. Есть еще? Надо посоветоваться. Да? Конечно. Не нужно. Здравствуйте, Центр. У меня очень сложная ситуация на работе сейчас. Я бы хотела с вами посоветоваться, как мне поступить. Значит, я работаю хоматендой, и у меня бабушка, которой 97 лет. Бабушка всю жизнь проработала директором школы. Характер очень тяжелый. У нее есть любимица, которая работает два дня в неделю. Я работаю пять дней в неделю. В общем, я, оказывается, ничего вообще не делаю. Работает только та. В общем, доходит до того, что она с кулаками бросается на меня, в общем, что я бездельница, все что угодно. Та приходит в 10, выходит в 2. В доме 26 кошек. Можете себе представить эту вонь и все, что там творится. Когда я пришла туда, там аммиак выедал глаза. Это было полтора года тому назад. Я вывела этот аммиак. Ну, в общем, как она мне там... Не отзваниваться нужно, там тамши. Отписываться нужно. И, значит, мне сказали, что нам хоматенда не нужна, нам нужно смотреть за кошками. Значит, я должна им кушать, приготовить, я им должна за ними убрать эти горшки, все это прочее. Ну, а все остальное это бабушка. В общем, я в такой ситуации сейчас, я не знаю, что мне делать. Просто, вы знаете, такой доистерик. Я вчера ушла с работы с тикой головной болью, что я даже не знала, что мне делать просто-напросто. И вот сейчас, правильно или нет, вот я сказала, не знаю, сейчас перейду на... буду в понедельник звонить, чтобы мне дали другую работу. Вот. Ну, опять же, это по 12 часов, значит, у меня будут заняты субботы и воскресенья. И вот, опять же, свидетельство тому, опять же, и совет хочу у вас попросить, и свидетельство того, что мне Бог сейчас подсказал, что я же могу 8 часов взять в воскресенье. Понимаете? И у меня получится почти тоже там 4 часа месяца. В общем, вы не представляете, что там творится просто-напросто. И что мне делать? Как мне вот это время вести с ней? Можно я расскажу? Профессиональный хоматент. Я не профессиональный хоматент. Это получилось, что у меня до сих пор плохой язык, но в стране почти уже 6 лет я работаю хоматентом. И я поняла такую вещь. Мы не рабы. Мы не... Значит, мы не имеем права даже позволить относиться к себе так, как пытается ваша бабушка относиться. Во-первых, вы должны понять, что она не единственный человек, который нужна ваша бабушка. Это во-первых. Во-вторых, значит, что вы должны сделать? Вы обязательно позвоните в офис и сообщите о том, какие условия вам там предлагают. Если в офисе не отреагируют, если вы хотите добиться правды, вы позвоните 311 и объясните ситуацию. И с этой бабушкой быстренько снимут кейс. И она почувствует почему-нибудь по 10 минут чтобы она была просто пола и более. Вот. И ищите другой кейс. И не обязательно напрягаться в 12 часов. Возьмите себе корочки. Это материально. Надо платить за квартиру, за машину, за все платить. А вы знаете, что чем больше вы работаете, тем больше голов вы платите. Вы знаете? Вот посчитайте, какая разница. большая разница. Большая? Не знаю. Я работала с чем-то. Окей, это вы можете в мотомпусе снижать добавить. Не терпите улучшения. Вы себя затушить, убьете, растопчите. Это да. То, что вы себя растопчите, это точно. А вы знаете, что за кошками вы не должны жить? Я знаю. Я это все знаю, но они сказали, нам хоматенда не нужна. Скажи, не надо. Позвоните, убивай все. Окей, давайте это после служения. Мы можем это часто называть. Да. Так. Вы выйдете или? Да. Я всегда думаю, что вот люди выходят, а я живу и не замечаю. Я наверное не буду ее замечать. Но сейчас, почему я хочу сказать, я вот сижу и сейчас сиду. Я не обижаюсь. Меня обидит, и все. А я вот совершенно разучила собежаться. И все. И я чувствую от этого, что я счастливая, я спокойная. И мне так больно, когда мне сильно кого-то сердце вспоминают ее от моей внучки, посудились, не могут быть. День друг к другу. И как хорошо прощать, но так, чтобы это даже было, вот такого не было, но уже много времени, как я, вот меня обидят, а я вот обижаюсь. И я так думаю, как хорошо, что мне хорошо. Ну, что во мне не отдают. Вот. Это и мне. Аллилуйя. Вика, у тебя нет свидетельств? Как ты машину запарковал? Как ты паркинг? Окей. Хорошо, тогда объявление. У нас появилось книжное служение. Так что, если кто-то хочет приобрести духовный хлеб, пожалуйста, подходите, выбирайте, смотрите. Если кому-то что-то понравится, у нас есть Виктория, которая отвечает за книжки. Кассир. Все к ней. Все ресурсы к ней. Вот. Следующая. Программа на месяц. Следующую субботу у нас будет с 10 до 5 у нас будет ярд сейл. Мы приняли такое решение. Здесь у нас на территории церкви мы сделаем ярд сейл. Мы будем продавать все, что у нас по бейсмента загружено. Так что, если кто-то хочет поучаствовать, пожалуйста, приезжайте, будете помогать. И после этого ярд сейла ты работаешь, Вика, или не будешь? В субботу. Окей. После ярд сейла у нас будет такой мини-пикничок. И максимум. А? И максимум. Ну, как обычно. У нас будет, как обычно, пикничок. Так что, пожалуйста, в следующую субботу с одиннадцати до пяти приезжайте. Потому что ярд сейла это подразумевает то, что будут приходить люди. И то, что там и купят, не купят, это не столь важно. Важно, что мы с ними будем разговаривать. Важно, что мы их можем пригласить в церковь. Важно, что мы можем с ними помолиться, рассказать им о Боге, рассказать им о спасении. И заодно, может быть, решить какие-то нужды людей за умеренную плату, которые они могут это поиметь. Вот, следующее. Да. А все вырученные деньги пойдут на строительство? Молодец. Все деньги, которые мы получаем от книжек и от ярцерков. Ну, я просто, почему не тороплюсь, потому что в конце служения мы будем разговаривать об одном важном проекте. и как бы все ресурсы мы сейчас собираем на то, чтобы купить нашу церковь. То есть, нам нужно за год собрать 100 тысяч долларов, чтобы дать down payment и купить эту церковь. То есть, эту церковь нам продают, но мы об этом поговорим после служения. Следующее. 17 августа, это тоже суббота, у нас будет клуб для женщин. Так что, все женщины в 6 часов вечера, все женщины с подружками, пожалуйста, приходите. Валентина сказала, что она уже за вами соскучилась. Она сейчас в Техасе, но она сказала, что она за вами соскучилась и хочет видеть всех женщин на клубе. 24 августа в 3 часа дня Avenue Z и West 1 у нас будет такое, как спортивное мероприятие «Мама, папа, я» спортивная семья, где будут соревнования, где будут призы, где тоже нужна помощь церкви, для того, чтобы общаться с людьми, чтобы помогать с этими играми, активами, и так далее. То есть, пожалуйста, если у вас есть время и желание, приедьте, пожалуйста, помогите. Только не в 3 часа, когда начало, приедьте, пожалуйста, в 2, когда будет подготовка, когда будет уже, ну, мы будем там подготавливать. То есть, если вы можете, пожалуйста, 24-го числа мы встречаемся. Следующее. 29-го и 30-го, 29-го, 30-го августа, потом 3-го сентября, 4-го, 5-го, 6-го сентября у нас каждый день с 6-ти часов вечера до 9-ти часов вечера будут проходить вот такие вот мероприятия, как вчера мы на Бодворге проводили. К нам приезжают 15 человек, молодежки с штата Вашингтон. Так что, если вы хотите провести чуть до времени на Бодворге, с пользой для общества, присоединяйтесь к нам. То есть, это будет тоже хорошее время. 31-го августа у нас водное крещение и общий церковный пикник для всех ваших друзей. То есть, всех друзей приглашайте на наш, ну, на это мероприятие, где будет водное крещение, где будет пикник, где будут игры, там, общение и так далее. Пожалуйста, мы вас ждем, приглашаем и 31-го числа в субботу в 10 утра мы встречаемся здесь и уезжаем в Статинанод. Все, да? Все мероприятия? Вот. Ну, и ежедневные были мероприятия. Понедельник, в том день в 7 часов вечера у нас библейские уроки. В среду у нас группа для родственников, людей, которые попали в зависимость. В четверг у нас богослужение в 7 часов, в пятницу начинаем молитва, по субботам я уже рассказал и воскресенье богослужение в 4 часа. Так что, пожалуйста, участвуйте и как бы, как Лена постоянно говорит, у меня появилась жизнь. Я думаю, что в нашей церкви достаточно жизни. Так что, пожалуйста, приезжайте, участвуйте. Мы нуждаемся в вашей жизни. Аминь. Все, давайте поднимемся, давайте будем поклоняться Богу.